В эфире информационный блог Доброе утро Таллину. На сегодня в гостях дизайнер-модельер Диана Денисова. Здравствуйте! Здравствуйте! В среду начинается 10-я юбилейная таллиннская неделя моды. Несмотря на кризис, мода продолжается? Мода живет. Это очень здорово, что мода живет во всем мире, мода живет в Эстонии, и 10-я таллиннская неделя моды стартует. Кто на этот раз принимает участие в показах? Как обычно, в показах принимают участие и известные дизайнеры Эстонии, такие даже мастодонты моды, я бы сказала так. Это Анну Хинт, Левия Лешкин, Вильвюнт. Всем известный Кирилл Сафонов показывает свою новую коллекцию, Диана Арно, и, конечно, молодые дизайнеры тоже будут представлены на этой неделе моды. На Тальской неделе моды всегда показывались коллекции текущего сезона, а вот в Европе дизайнеры старались быть впереди планеты всей и на полгода вперед что-то придумывали. Теперь, насколько я понимаю, тенденции изменились. Да, изменились тенденции, потому что изменился мир, изменился мир, изменилась сама экономическая система, наверное. Если раньше коллекции показывались для байеров, которые выбирали модели, потом их отправляли в производство, и все это занимало достаточно долго времени, полгода, то сейчас дизайнеры предпочитают показывать коллекции и сразу продавать. Прямо с подиума? Прямо с подиума, да. Коллекции можно купить прямо с подиума. В Таллине, в Эстонии, так можно было сделать почти всегда, только буквально единицы дизайнеров у нас показывали моду на полгода вперед. А сейчас и в Милане появляется та же самая тенденция. Очень многие известные марки тоже показывают, показывают, делают трансляцию по интернету своих показов, и можно вещь прямо с подиума повесить в свой шкафчик, в свой гардероб. А виноват во всем интернет, мода ушла в интернет. Мода ушла в интернет, мода стала доступной, показы стали доступны, теперь не нужно уже искать лишний билетик, можно все увидеть онлайн в интернете. А что сейчас в моде? Ну, наверное, самая главная тенденция – это оверсайз одежды, то есть должна одежда быть чуть-чуть великовата. Очень модное, спортивное направление в одежде, причем это не спорт, а спортивная мода все-таки. Обратите внимание, как много у нас, не только молодых людей же, ходят в кроссовках. И, например, сейчас спортивная обувь, такая как кроссовка, спортивные ботиночки, действительно самая популярная обувь. И одежда должна быть удобная. То есть сейчас абсолютно, наверное, правильный был бы лозунг не «мы для одежды», а одежда для нас. Комфорт, удобство, спорт. Как это ни странно, опять в моду входит наш любимый розовый цвет. По поводу розового очень много споров. И шуток. И шуток, и шуток, и споров, и поговорок, все их знают. Но вот тем не менее, розовый цвет фуксия, цвет фиолетовый цвета опять на пике моды. И все это будет популярно уже осенью и зимой? Все это будет популярно уже осенью и зимой, будет продолжаться летом. И торжественно будет продолжать шагать еще даже через год. Сегодня вы уже упомянули имена дизайнеров, которые участвуют в «Талинской неделе моды». Вашего имени мы там не услышали. Почему? Ну, не будем говорить, что это секрет. Я, да, не принимаю участие в этот раз в «Талинской неделе моды», потому что совместно с фирмой «Сбудампекс» мы готовим большой проект, большую коллекцию, которая будет представлена в ноябре в замке Фаля. И там будет представлена не только моя коллекция, будут представлены лучшие вины Европы. И 19 ноября я открываю новую студию, где можно будет познакомиться с этой коллекцией. Ну что ж, спасибо вам за эту информацию. Хорошо, что с модой все в порядке, можно спать спокойно. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была дизайнер-модельер Диана Денисова.